Для людей, интересующихся последними достижениями нейронаук, традиционно прошли встречи Международной недели мозга в Санкт-Петербурге в формате цикла вечерних лекций и семинаров при ведущем участии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Тема нынешнего года «Биосенсоры» ставила цель раскрыть разные стороны функционирования интерфейсов, которые позволяют мозгу анализировать данные, поступающие из внешней и внутренний сред. В течение недели звучали лекции авторитетных ученых по основным модальностям сенсорного восприятия. Курс начался с разговора о наиболее основополагающих, базовых понятиях по обсуждаемой теме, об алгоритмах на периферии, органы чувств и на уровне центра, мозг, о сочетании общности принципов работы с огромной эволюционной и экологической вариабельностью анализаторов и рассказы об открытиях в сфере нейронаук за последние годы. Ключевым событием первого образовательного дня стала лекция о подготовке космонавтов к условиям невесомости при работе на МКС и послеполетной адаптации к земному притяжению. Как изменяется работа различных сенсорных систем в условиях невесомости? Обратимы ли эти изменения? Что ученые придумали для того, чтобы корректировать их при работе человека в космосе? Восстановление утраченного зрения – давняя мечта человечества сегодня близка к осуществлению благодаря симбиозу последних достижений медицины и физики. Лекции о различных видах зрительного протезирования и вдохновения авторов вызвали большой отклик у слушателей, которые отметили ее как лучшую лекцию биосенсоров. Проблема протезирования органов чувств очень важна для человечества в целом. Сейчас люди живут дольше, но еще не научились поддерживать свои биосенсоры прекрасно работающими на протяжении всей жизни. На семинаре «Киборги» продолжилось обсуждение возможности замещения органов зрения, слуховых потерь, создания клеточных эквивалентов кожи. Постоянно продолжается активный научный поиск новых способов слуховой реабилитации. Лаборатория слуха и речи научно-исследовательского центра университета радушно принимала в нынешнем году экскурсии слушателей недели мозга, предоставив им возможность посмотреть и поучаствовать в исследованиях свойств слуха, в частности, проверить некоторые свойства своего слухового анализатора. Неделю биосенсоры отличает сотрудничество с музеем оптики университета ИТМО. Экспонаты музея будто дополняют информацию об относительности передачи визуальной картины мира, демонстрации возможных способов ввести наш глаз в заблуждение. Один из завершающих семинаров недели мозга был посвящен современным представлениям о болевой чувствительности. Даже имея обширную историю исследования, боль продолжает изучаться, потому как многие ее виды по-прежнему плохо поддаются лечению. Лекции и семинары посетили более 400 человек. Ежедневно от 100 до 170 слушателей услышали, исследовали, обсудили, как наш запертый в тишине и темноте черепной коробки мозг получает информацию о происходящем во внешнем мире. Из общего контингента слушателей 47% составили взрослые специалисты. Их количество растет, что, по нашему мнению, отражает высокий уровень лекций недели мозга.